Приветствую с нашей четвертой серии нашего пути, вам ждал за 35 дней на родине, НРП, сервер Приморский, округ, начиная мы на 150-ом дне, зашел в игру в 20.36, сразу же уберу в семейном автопарке Бэху и погнали поохотимся. Достаю винтовочку и начинаю убивать кабанчиков, оленей и медведей. Кстати, ставь лайк, если хочешь, чтобы каникулы длились как можно дольше. Пока, хочешь, собираю тут еще вот такие вот грибочки, как я знаю, их тоже можно неплохо попродавать. Зафуливаю на инвентарь тушками, заехал на скотобойню. Погнали быстренько разделывать тушки. Посмотрел на время и понял, что успеваю залететь еще на мероприятия собирателей. Залетаю сюда и начинаю быстренько собирать подарочки. Кстати, если что, я играю на родине, НРП, сервер Приморский, округ, поэтому если ты еще не начал играть вместе со мной, то качай группу ссылочки в описании и при регистрации на мой Приморский, округ, вводи мой ник Наполеон Шторм, за который ты получишь максимальное количество денег от системы. Также не забывай про промокодик Шторм с маленькой буевки, который я сейчас прокачу и буду очень рад, если вы его ведете. После чего заехал на металлоискатель и погнали поищем здесь кладик. Везет, везет, нахожу первый кладик, смотрим, что здесь. Здесь у нас семейные талоны, две штучки, мотаящик, подарки 16 штучек, ну и крышечки Рколы, ништяк. Везет, везет, еще один кладик нахожу, смотрим, что здесь. Здесь семейные талоны, три штучки, ящик джентльменов, бронзовая рулеточка и крышечки Рколы, тоже неплохо. Повезло, повезло, еще один кладик нахожу, выкапаем его. Здесь бронза, четыре штучки, ящик американский звезд, бронзовая рулеточка, ну и крышечки Рколы. После чего вернулся на скотобонию, разделываю тушечки дальше. Разделал все тушечки, приехал в охотничью деревню, давайте продадим все наши тушки. Было у нас 88,1 миллиона, стало 89,9. То есть плюс 1 миллион 800 тысяч, ништяк. Приехал на центральный рынок на поиски видеокарточек. Встретил подписчика, передаю тебе огромный приветик. Здесь были видеокарточки, но 5 миллионов за пятый уровень, не знаю, мне кажется, что это дороговато. Как вы думаете, напишите в комментариях. Я думаю, что это овер. Не нашел видеокарточек, прибежал в подземный паркинг, залетаю сюда. Сначала проверяю скани, но она у нас не работает. Поэтому сажусь в раношечку, ну и погнали работать на ней. Сегодня у нас вроде бы, если я не ошибаюсь, пятый или шестой день. Вроде бы шестой, как я работаю 7 дней на фуре. Ну и ищем прицеп. Пока искал, проголодался, заехал во вкусная точка и покушал большую картошечку. Везет, везет, нахожу прицепик, беру его. Ну и погнали брать наш первый груз. Беру наш первый груз, это 18 тысяч огнетушителей. Довожу его, из-за него получаю плюс 910 тысяч. Ну и работаю дальше. Что ж, неплохо так поработал, прибежал на центральный рынок, поймал здесь лавочку и выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Так и закончился наш 150-й день. Начало 151-го дня началось у нас в 9.22. Сразу же залетаю в подвал с вентиляцией и собираю все наши наманенные биточки. И заливаю жидкость, где она критична. Плюс 67 битков. Приехал в банк, продаю все наши биточки, плюс 4,3 миллиона. И оплатил налоги наши дома и снимаю с СНО счета плюс 360 тысяч. Приехал на центральный рынок на поиски видеокарточек. Были 6-го уровня за 8 миллионов, но это мне кажется вообще овер цена. Ну и больше ничего интересного не нашел. Поэтому забежал в наш подземный паркинг, проверяя сканию. Надеюсь, что когда-то настанет день, когда я сяду в сканию и она будет пофикшена. Сел в нашу раношечку и погнали поработаем на ней. Сегодня вроде бы последний седьмой день. Ну и для начала нам нужно найти, конечно же, прицепик. Забежал на заправочку, купил здесь 5 канистр и 5 ремкомплектов. У нас минус задание в батлпасе, ништяк. Заправляю нашу раношечку. Ну и ищем дальше прицепик. Кстати, пока еще, давайте лива сегодня разыграем 2000 азакоинцев в абсолютно любом сервере Родины. Просто если ты уже подписан, то отпишись и подпишись. Если не подписан, то подпишись. Поставь лайк и напиши любой крутой и интересный комментарий от 4 слов с тайным словом. Давайте тайное слово сегодня у нас будет. На чем вы играете в Родину? Там компьютер, ноутбук, телефон. Также друзьям, я верю, у вас все получится. Наконец, я нашел прицепики. Беру наш первый груз, это 20 тысяч детонаторов. Ну и поехали. Довожу их и за них получаю плюс 1 миллион 266 тысяч и первый ларез дальнобойщик за сегодня. Ништяк. Немножечко застрял, но благо на Родине РП Приморский округ, где играю, самые добрые админы. Они нам помогают. Работаю дальше. У меня максимальный износ шин, капец. Нормально, блин-блински заносит. Такийский дрифт. Решил заехать в казино. Сейчас есть 99,8 миллионов, попробуем добить 100 миллионов. Давайте залетим на 10 миллиончиков. Я сейчас за виню буду уходить, потому что главное не заигрываться. И я надеюсь, что сейчас удача будет на нашей стороне, и мы с вами уйдем с хорошим плюсиком. Вот если сейчас за виню, пацаны, потрачу эти деньги на ларцы. И да, нам везет, пацаны. Везет. Плюс 20 миллионов, ништяк. 108 миллионов. Вот 8 миллионов, давайте выделим и потратим на какие-то ларцы. Прибежал на центральный рынок, давайте посмотрим, какие у нас здесь есть ларцы. Ну, решил купить ларцов дальнобойщика. Да, конечно, по оверу. Ну ладно, эти деньги нам пришли легко. Легко их потратим. Погнали быстренько открывать. Плюс очко опыта, талон охранника, аптечка, серебряная рулетка, аптечка, бронзовая рулетка. Ну, короче, дальше выпал полный хлам. Не повезло нам сегодня выбить фуру, не фартануло. Прилетел на шахту, просто посмотрите, сколько ресурсов, офигеть. У меня как раз есть чистый рудный чай и кирка. Погнали быстренько это все зафармим. Вот это нам сегодня повезло-повезло на шахте. Забираю, кстати, ежедневную награду сегодня, это плюс картма. Приехал в центр занятый, связываясь с водителем автобусника, я беру квест на водителя автобусника. Приехал на аренду автобуса, в аренду автобусную погнали быстренько проедем 100 чекпоинтов. Так, меня здесь остановили полицейские. Здравствуйте, окно открыто. Предъявите ваши документы, удостоверяющие вашу личность. Ну, держите паспорт. Вы нарушили 12.1 Конституции, как я понимаю, какой-то. Ну ладно, я готов оплатить штраф. Хорошо. Все, нам выписали штраф 50 тысяч. Ладно. Я могу ехать? Да. Опачки, пацан, получил плюс ларец водителя автобуса. Ништяк. Ну и приехал 100 чекпоинтов и получил еще плюс 2 ларца с премией, 43 тысячи и 2 очка опыта. Ништяк. Ну и приехал на центральный рынок, поймал здесь лавочку и выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Так и заканчивается наша 64-я серия, поэтому если хотите видеть 65-ю серию как можно скорее, то прожимайте лайкосики. На с вами был Кексида Шторм, всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока. И помните, это только начало. Дальше больше. Субтитры подогнал «Симон»!